Беларусам, что вандрует разум со своими гадаванцами, треба будет больше уважливо рахтоваться до поездок. В отповедности с опошными потребованиями законодавства котут и собаку треба будет выкупить особное купе. Те заплатить до 15 евро за авиаперевозку каждого килограмма живёлы. Наш корреспондент Седа Каспарова про то, что треба ведать, когда вандруют живёлы. Кожному вылету попередничает масштабная подрыхтуршая работа. Во-первых, за всё треба наведать мясцовых ветеринаров, зарабить пришепки и собрать отповедные документы, особные для кожной краины. Далее туры из Тульшака и ветслужба аэропорта. Берёте ветеринальное свидетельство в район ветеринальной станции. Оно берётся максимум за 5 дней, не более, чем за 5 дней. Проверяется клиническое состояние животного. Раз. Второе. Исследование на микроспорею. И необходима обработка противолистов. Это делается ещё клинике. И вот за эти два дня никто же не думает, что животное заболеет. За ним смотрят и всё. Синий пашпорт нового узора, проверка шиба – это обовязковый контроль перед вылетом. После допуску живёла узваживают, в салон пускают звагою 7 килограмм. У гэта и годованец, и пероноска. Усё, что тяжей, накеровывается у багаж. У залежности от маршрута за каждый килограмм живёлы можно заплатить от 2 до 15 евро. Летаете вы часто? Часто. С животным именно? Да, да, именно с ним часто. То есть вас эта процедура не смущает? Нет, не смущает. Мы привыкся. Привыкся? Мы собаку заводили и так знали, что он будет летать. А вы его с собой на ручках или в багаж? Нет, с нами в кабинете. С собой? На габарстве. Ага. Живёла, хотя и лететь в багажном отделении, але не побочь со скрынями и пакунками. Для их обсталявано особое место с подогревом и вентиляцией. А вот тем, кто вандрует техниками, треба ведать важную речь. К объехать с годованцем за мяжу, треба выкупить усё купе. Больше подробязно про правила перевозки хатних живёл у пятницы у 15-го соковика у программы «Днями» на телеканале «Беларусь-Чатыры» у 19.05.